Праздник Казанской иконы Божией Матери считается одним из самых значимых в церковном календаре. Этой иконе молились цари и великие полководцы, с ней освобождали русские земли. Она вела первопроходцев на освоение Сибири и исцеляла больных. Дни ее почитания приходятся на 21 июля и 4 ноября, в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году, так как в этот день ополчение Минина и князя Пожарского вступило в Китай-город с московским списком этой иконы. Объявление Казанской иконы Престой Богородицы было в 1579 году. Спустя чуть больше четверти столетия, после того, как Иван Грозный присоединил Казань, она неоднократно являлась ребенком Матроне в сновидениях, сообщая о том, что необходимо найти икону, которая была на территории их домовладения. И после того, как нашли икону на этом месте, куда указывала Престая Богородица, то произошли многие чудеса вследствие этого, то есть два слепца прозрели. Икона была поставлена в храме, и с этого времени началось местное прославление этого образа. Иерей Владимир Жуков по благословению правящего архиерея с весны текущего года при помощи неравнодушных прихожан и меценатов начал работу по восстановлению храма Святой Троицы в селении Тарское. Работы много, а церкви и постройки XIX века остались только стены. В советское время здесь был клуб и дом культуры. За это время было вывезено несколько тонн мусора. Заложили дыры в стенах, провели укрепительное бетонирование. После праздника Святой Пасхи мы начали демонтажные работы. Они уже проведены. Также мы залили бетонную армированную плиту, укрепительную внутри храма. Дальнейшим планируем восстановление части фасада храма, то есть южной, которая была утрачена в 60-х годах. Храм был построен в 1890 году казаками, которые были выходцами из крепости Владикавказа. Они сюда переселились, основали здесь Тарскую станицу и был воздвигнут вот этот храм. И сегодня работа спорится. Прихожане готовятся отметить престольный праздник, проводят субботник. Как всегда готовимся, убираем. Очень рады всем. Приходите, пожалуйста, на праздник, нам на престольный праздник. И вообще, помимо праздника, всегда рады. Приходите к нам. Очень хороший храм, старинный храм. Мы очень благодарны Господу, что Господь по милости своей к нам попал. Такой хороший батюшка, отец Владимир. Самое важное, что в стенах храма, несмотря ни на что, возносится молитва. И в день празднования Казанской иконы Божией Матери будем здесь и спрашивать у Богородицы общее для всех. Да сохранит мирную страну нашу.